Очередной визит полпреда и снова критика. Первый вопрос прохождения отопительного сезона. Ситуация в республике сложная. Большая часть совещания закрыта для прессы. После чего полпред вышел к журналистам и рассказал об итогах встречи. Сегодня на 13 предприятиях ЖКХ долги по зарплате. Больше 400 человек не увидели заработанных денег. В прошлом году процент готов, процент паспортов, которые были подписаны, 47% было и 48%. В этом году 62%. Тенденция есть положительная, но 17% не готовы, паспорта готовности не подписаны, котельные там не свидетельствуют. Но здесь же беда знаете в чем? В том, что глава района принимает решение на отопительный сезон, на отопление. И он несет за это ответственность. Если люди не обучены, не допущены, эксплуатируют котлы и агрегаты, которые находятся под высоким давлением. Но это потенциально опасные вещи. Главу Хакасии вводят в заблуждение красивыми докладами, что все готово, считает полпред. Кстати, жители республики платят лучше, чем во многих других регионах. Собираемость коммунальных платежей 95%. Но при этом долги в муниципалитетах растут, в том числе перед энергетиками. Нужные шаги уже делают. Это переход на казенные предприятия ЖКХ. В Черногорск зашла компания СГК. Работают над выравниванием тарифов. Какое решение примет тарифный комитет, у вас пока не знаю, но докладывают, что готовы принять тарифное решение по выравниванию тарифа. Это тоже решение, которое, в принципе, повлияет. Дальше. СГК зашло. Заход инвестора, заход кондиционера, любого. Это изменение в лучшую сторону. То, что в бюджет заложили деньги на проектированных трех котельных, это тоже изменение в лучшую сторону. Самый страшный риск не какая-то поломка, а бюджетная дыра, заявил Сергей Миняйло. Для того, чтобы по минимуму закрыть все вопросы, по минимуму, как и в прошлом году, миллиард 200. Сегодня вопрос решен по 428 миллионам. Необходимо еще, грубо, 900 миллионов. Решения по ним пока еще нет. Главная задача – выплатить людям зарплату за декабрь и аванс за январь. Сделать более реалистичным бюджетное планирование. Решить проблему с разблокировкой счетов и погашением долгов перед энергетиками. Возможные решения, по мнению Полпреда, кредиты, отсрочка выплат по госдолгу. Еще один острый вопрос – обращение глав муниципальных образований за финансовой помощью к федеральному центру. Главы муниципальных образований, я так понимаю, изучили проблему, которая существует. Если они ее изучили, значит, наболело. Потому что, в принципе, они же с людьми работают, да и ближе к земле. Так вот, я не говорю, что они правильно поступили. Я не говорю, что они неправильно поступили. В принципе, если система выстроена, такого быть не должно. Сразу после пресс-подхода Сергей Миняйло провел еще одно совещание с представителями правительства республики и муниципальными главами. Участники встречи обстоятельно обсудили, в чем разногласия и как выстроить взаимодействие между всеми уровнями власти. Ольга Парловская, Александр Сердюк, РТС.